Приветствую вас в третьей части. Все детальки у нас в принципе готовы. Не хватает только деталек для оформления лица и, конечно же, вышивки на детальках, так сказать, вышивки. В общем, теперь вам нужно наполнить ботиночки, если вы их не наполнили еще. Вам нужно наполнить ножки с туловищем. Вам нужно наполнить немножечко ручки. И, конечно же, нам нужно пришить пальчики к метеночке. Вот я уже одну сделала, чтобы вам показать. И немножечко наполнила ее холофайбером. То есть, вот таким вот образом нам нужно будет сделать обе ручки. Наши пальчики с одной ручки, так сказать, вот они у меня остались. У вас должно быть их 10 штучек. И, конечно же, вот эта вот замечательная, так сказать, прическа, условно говоря. В общем, все это нам нужно собрать. Лямочки, бретели, все попришивать, ручки попришивать. В общем, мы начнем с ручек. То есть, самое, так сказать, я думаю, самое основное и самое сложное для вас будет это ручки. Затем мы с вами соберем постепенно туловище и приступим уже непосредственно к голове. К самому, я считаю, самому, так сказать, более сложному или более, такому, как сказать... В общем, там нужна будет очень сильно ваша фантазия. Итак, в общем, начинаем собирать ручку и все постепенно продолжим. Вам на этом этапе понадобится иголочка. Возьмите иголочку с ушком, так сказать, пошире. И сейчас мы с вами будем, так сказать, присоединять наши пальчики. Я вам советую выбрать самый толстенький, самый длинненький пальчик, который у вас получился. Ну, то есть, в принципе, выберите... Если у вас 10, так сказать, пальчиков предварительно, в изначале, так сказать, то выберите 2. То есть, у меня, так как осталось всего 5, я буду выбирать 1. Мне кажется, вот этот самый большой. Поэтому самый большой мы с вами, так сказать, должны продеть вот в эту часть. Вот мы оставляли с вами 2 воздушные петельки, как и в обычной метенке для взрослых, так сказать, и для деток, то есть для человека. Мы оставляли момент для пальчика. Вот мы продеваем крючком вот в это отверстие пальчик. Хотите, можете продеть с внутренней стороны, можете с внешней, можете вот таким вот образом продеть. Вот сейчас вам покажу. То есть, вот так вот выдавливаете, так скажем, сюда, внешнюю часть пальчика красивенькую. А кончик пальчика оставляете. Мы будем его, так сказать, пришивать. Оставляете пальчик равномерно, как один, так и второй, чтобы они у вас были не разные по величине. Вот эти кончики с пальчиков, они вам не нужны, поэтому можете их спрятать во внутренней части. А вот этой ниточкой мы с вами будем пришивать пальчик. Но перед этим, как пришивать этот пальчик, я вам предлагаю взять, вдеть, так сказать, ниточку в иголочку. Но какую ниточку? Смотрите. Соединяете все пальчики, вот так вот, четыре штучки пальчики с одной ручки, я уточнил. И самый, вот так сказать, самый тоненький, самый маленький присоединяйте сбоку. То есть, это будет у вас мизинчик. То есть, самый тоненький. Теперь берем либо с мизинца ниточку, либо с крайнего пальчика ниточку и вдеваем ее в иголочку. Что нам нужно сделать сейчас? Нам нужно все четыре пальчика сшить между собой. То есть, вот таким вот образом вы сложили их. Теперь берем вот так вот ниточкой, продеваем все пальчики вот таким вот образом. Просто, как бы, проденьте их. Так скажем, нанизайте. Вот, не могла слово подобрать, нанизайте. Вот так вот нанизали все пальчики. Мизинчик, конечно же, наш обязательно. Вот так вот. И нам нужно еще раз вот так вот их хорошо сместить между собой. И нам нужно еще раз вот так вот их хорошенечко-хорошенечко продеть. То есть, между собой их скрепляем. Для чего мы скрепляем? Для того, чтобы они у нас, так сказать, не высовывались, не дерзались по ходу того, как, так сказать, будет малыш играться игрушкой. И еще раз разворачиваете другой стороной. То есть, вот вы продели, разворачиваете другой стороной. И снова с этой стороны продеваете уже ближе к краю другой стороны, получается. Еще раз продеваете вот так вот сквозь все пальчики ниточку. Продели. Было туго, но мы продели. И еще раз разворачиваем вязание. И еще раз, так сказать, немножечко проденем и закрепим ниточку, чтобы она у нас точно так же не высовывалась. И так, в общем, мы закончили с пальчиками, так сказать, вот еще можете до конца закрепить их. То есть, как смотрите по тому состоянию, в каком у вас пальчике. То есть, если они у вас плотненько держатся, то этого достаточно. Если же нет, то еще несколько раз так проделайте. Теперь вытаскиваем иголочку. И нам нужно... Найдите, так сказать, тот короткий пальчик, который у вас был мизинчиком. И нам нужно продеть вот так вот нашу... Ну, можно так сказать... Можете вот эти вот кончики сразу убрать во внутреннюю часть, они нам не нужны. И сразу вот так вот продеть пальчики. То есть, как бы вставите. Опять же, пальчики вставляете. Обязательно следите за тем, чтобы у вас были равномерно вставлены пальчики. То есть, как на одной ручке, так и на другой ручке. Чтобы у вас не было такого, что на одной очень короткие, а на другой очень, так сказать, длинные пальчики. И теперь нам нужно сейчас с вами закрепить вот эти пальчики, чтобы они не высовывались и туда точно так же не заходили глубже. Нам нужно вдеть ниточку в иголочку. Здесь ниточку берете самую длинную. Но обязательно найдите ниточку той, которая у вас закреплен, так сказать, вот этот пальчик. Вам ее нужно будет найти для того, чтобы ей же прошить вот здесь вот немножечко пальчик. То есть, опять же, закрепить. Ее вы не берете. Вот он у нас с этого пальчика кусочек ниточки. А из вот этих вот, которых, так сказать, из средненьких пальчиков, вот этих вот, четырех, берете самую длинную ниточку, которая у вас есть. И вот здесь мы просто немножечко, несколькими стежками, красивенько, вот так вот закрепим наши пальчики. Закрепили наши верхние пальчики. Теперь вдеваем ниточку в иголочку с вот этого пальчика и возвращаемся к нему, так сказать, и тоже закрепляем. Немножечко тайными стежками, не нужно там слишком что-то выдумывать и наляписто все делать. Просто вот так вот буквально несколько, так сказать, стежочков из бока в бок сквозь пальчик. То есть вот так вот не нужно, чтобы слишком видно было тоже ниточку. Вот таким вот образом сквозь пальчик просто несколько стежочков. Ручки готовы. Мы с вами кончики спрятали. Хотите пообрезайте, хотите спрячьте в ручку. И немножечко я наполнила холопайбером. В общем, наши ручки готовы. Теперь вам осталось выбрать, так сказать, где из них будет внешняя сторона одной ручки и где вторая внешняя сторона. То есть у вас они должны быть вот таким вот образом. Либо наоборот поменяйте и посмотрите, может таким образом вам нравится больше. В общем, выбирайте, какая у вас внешняя сторона будет ручки. И ваши ручки, конечно же, готовы. После того, как вы наполнили все детальки, у нас, в принципе, туловище наше готово. Нам нужно сейчас пришить наполненные наши ботиночки, так сказать, к ножкам. Но пришиваем их, так сказать, ножки к серой части. У нас получается ножка сама по себе, как видите, коротенькая. А когда мы с вами пришьем ее к ботиночку, она, смотрите, увеличивается на сантиметра 3 ее длина. То есть, как видите, этот сапожок, ботиночек наш, удлиняет ножку. Поэтому ножку пришиваете за последний ряд столбиков к серой части, то есть к серым столбикам. Беленький, оставляете, как бы, как, так сказать, отворот ботиночка, его не трогаете, а к серенькой части. То есть, один ботиночек пришиваете, обратите внимание, изгиб у вас с передней части. И второй точно так же ботиночек пришиваете, изгиб у нас с передней части. Вот таким вот образом у нас увеличиваются ножки. И точно так же пришиваете ручки, но на два ряда ниже, так сказать, вот этой верхней части на два ряда. Почему? Потому что мы с вами сделали убавление. Это у нас, так сказать, плавно переходящее туловище к шейке. Его не слишком видно, но благодаря тому, что мы здесь уменьшили, у нас есть видимость туловища, плавно переходящая в шею. Шею мы слишком тоненькой не будем делать для того, чтобы наша, так сказать, голова, головастик держалась, не, как бы, ну, в общем, она, чтобы не расшатывалась. Пришиваем на два ряда ниже ручки. С одной стороны и с другой стороны, обратите внимание, мы тоже с вами сделали подъемы для, так сказать, плечевых, таких вот, видимости плечевых суставов. И точно так же ручку берете с наполненной, так сказать, с наполненной варежкой, метеночкой. Точно так же к серой части пришиваем краешек, последние ряды. То есть вот так вот. Желательно пришивайте не наметочными швами, а какие-нибудь тайные, чтобы не слишком их было видно, заметно. И, соответственно, конечно же, не забывайте за то, что ручка у вас, так сказать, от плечевого подъема. Вот так вот пальчик у вас, так сказать, вверх должен быть пришит. Точно так же и с этой стороны выбираете красивую внешнюю сторону и пришиваете вот так вот, немножечко при засунув ручку, рукавчик, в метенку. Но не сильно глубоко, то есть у нас из-за этого продлевается, так сказать, длина ручек. То есть здесь длина ножек благодаря ботиночкам, длина ручек благодаря метеночкам. В общем, все пришивайте. Я думаю, здесь вам должно быть все предельно ясно. Как пришивать, я думаю, каждый умеет. Поэтому я на этом свое внимание, так сказать, не останавливаю. И мы с вами продолжаем. Теперь у нас три части волосиков. Мы берем самую нижнюю часть, самую первую из шести углов. Ложим, так сказать, вот этими вот уголками начальными вниз. Теперь сверху ложим снова уголками вниз, то есть нашими столбиками высотой вверх. Как бы уголками между вот так вот уголков. То есть вот так ложите как бы звездочка, чтобы у вас вот звездочка на звездочку. Вот так вот, в хаотичном порядке. И точно так же верхушечку, вот так вот, чтобы у вас уголки были между уголками предыдущего ряда. То есть вот так вот красивенько выпукло. Таким образом нам нужно пришить первый ряд ко второму и второй ряд к третьему. То есть вот таким вот образом нам нужно сшить эти детальки. То есть берете ниточку и тайными шовчиками красивенько-красивенько сшиваете. Вот эта ниточка, вы ее не трогаете до последнего момента. То есть я вам скажу, мы пока ее не обрезаем и не трогаем. Она у нас с внешней стороны самого верхнего ряда волосиков. Здесь я тоже думаю, вам должно быть все понятно. Если вы оставляли ниточки для пришивания, значит вдеваете иголочку в них. Если же не оставляли, просто вдеваете ниточку в иголочку и пришиваете вот так вот между уголками предыдущего ряда уголок следующего ряда. Вот так вот. И точно так же верхушечка. То есть просто их сшиваете между собой. Я думаю, здесь не должно быть осложнений. Сшиваем. Вот я пришила все детальки, так сказать, ботиночки к ножкам, ручки, так сказать, к метеночкам, к ручкам и ручки непосредственно к самому тельцу. Я, как вы видите, немножечко вышила, так сказать, серым цветом на ножках его вот эти, даже не знаю, как честно говоря, они называются. Ну, в общем, на костюмчике, на обмундировании. И я сделала, вот как вы видите, шнурочки, так сказать, на ботиночках. Я сделала их цветом, которыми делала ручки. Здесь я сделала сереньким цветом и пришила вот так вот между ножек детальку, так сказать, наших поясков. В общем, та, которая поменьше, та, которая побольше, я ее буду пришивать, так сказать, вокруг, вот так вот, трусишками. Причем буду пришивать каким образом? Вот так, чтобы у нас вот этот переход был спереди, то есть, как бы, как поясочек. То есть, вот так его и буду пришивать, чтобы он у меня немножечко, может, даже торчал, как бы поясочком. То есть, вот эту я пришивала за обе стеночки, как бы, с обеих сторон, плотненько она у меня сидит. Эту я буду пришивать, так сказать, тоже плотненько, но так, чтобы у меня немножечко торчала, так сказать, лямочка. Я буду здесь вышивать на пояске, в общем, бляшку. Теперь же, в общем, этот момент мы с вами решили. Вот эти две лямочки, которые мы с вами делали по 23 петельки, мы берем на спинку, переворачиваем. И вот так вот делаем крест-накрест одну и крест-накрест вторую. То есть, пришиваем их крест-накрест прилежащими, при том, что спереди у нас будут они, так сказать, вот здесь вот где-то встречаться. И, как вы помните, на лямочке у нас прикрепляется эмблема Тедыц. Я, честно говоря, когда довязала ее, померила и решила распустить, так сказать, последний белый ряд, и вместо него провязала серенький. Честно говоря, мне показалось, очень она, очень большая, а так сейчас гораздо такая, кажется, нежнее, потому что она прям совсем такая большая была. Поэтому, если вы не хотите, вернитесь, если вы не хотите побольше, так сказать, а все-таки поменьше, вернитесь на этап вязания эмблемки и просто распустите беленький, так сказать, ряд последний, а вместо него провяжите серенький, тогда серенького кранего вообще не нужно. И вот как раз у меня получилось, когда я распустила беленький край, у меня как раз получилась вот эта вот ладошка, она как раз-таки получилась у меня вокруг, так сказать, в серединке, вокруг нее сереньким обвязанным. В общем, эту эмблемку, я думаю, вы прищете самостоятельно, здесь ничего сложного нет, вы просто смотрите на картиночку и пришиваете, как она должна быть. Теперь, такой остался момент, как голова и наша пирамидка. Я сшила нашу пирамидку, у меня получилось, в общем, я слишком не заморачивалась над тем, чтобы попрятать здесь кончики, она у меня получилась такая, в общем, может быть, слегка даже небрежная. Вот этот краешек ниточки, я вам говорила, не обрезать, мы его пока тоже не трогаем, мы его будем утягивать уже в конце, после того, как пришьем наши волосики, наш шлем к голове. Теперь нам нужно сделать, так сказать, такие вот своего рода бакенбарды. Ушек у фиксиков нет, поэтому там вот немножечко такие, как сказать, треугольнички, виски. Вот нам их нужно сделать, смотрите, располагаются они между тремя, так сказать, передними треугольничками и тремя задними треугольничками. Вы определитесь, какая у вас сторона будет передняя, какая задняя, то есть покрасивее выберите, так сказать, ваши треугольнички сшитые. Поэтому ровно как раз посерединке, вот так с обеих сторон, мы будем делать вот эти бакенбарды. Для них мы берем крючок средний, которым вязали, так сказать, вот здесь вот подъемчики. И берем ниточку такого же цвета, темно-синего или темно-голубого. Берем ровно посерединке, набираем вот здесь вот где-нибудь, то есть это не так принципиально. Набираем 5 столбиков без накида, то есть закрепляем нашу ниточку и 5 столбиков без накида провязываем вот здесь вот в стеночку, так сказать, в крайнюю. Первый столбик провязываем, далее второй столбик, далее третий столбик, четвертый и пятый. Провязали 5 столбиков, делаем одну петелечку подъема и разворачиваем вязание. И в каждую из пяти столбиков провяжем по столбику, то есть 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь делаем одну петелечку подъема и пропускаем первую петельку, во вторую петелечку провязываем столбик без накида. 1, далее в следующую, второй, третий и четвертый. Как вы видите, в этом ряду мы с вами убавили одну петельку, благодаря тому, что пропустили ее в начале ряда. Теперь снова петля подъема развернули и пропускаем первую петелечку, во вторую начинаем провязывать столбики. Их уже в этом ряду у нас 3, то есть снова сократили. Разворачиваем и в этом ряду точно так же делаем петлю подъема и пропускаем первую петелечку. В этом ряду у нас 2 столбика без накида. Петля подъема разворачиваем, провязываем последний столбик без накида в следующую петелечку и делаем еще одну воздушную петельку. Ниточку можете обрезать, она вам здесь больше не нужна. По такому же принципу сделаете и с другой стороны. Провяжите по 5 столбиков 2 ряда, затем 4, 3, 2, 1 и воздушная петелька. Вот такие вот с обеих сторон у нас получились, так сказать, бакенбарды или пайсы. Теперь же нам нужно с задней стороны, где-то посерединочке, ввести ниточку такого же цвета и, так сказать, просто столбиками без накида вводить, так сказать, аккуратненько ниточку вот так вот и обвязывать по всему кругу. То есть, вот так вот начинаем провязывать столбики без накида. Можете этим крючком, можете чуть побольше взять. В общем, в принципе, здесь разницы нет. Обвязываем по всему периметру столбиками без накида. Когда дойдем до ушек, ушки нужно будет также обвязать наши треугольнички, так сказать, в две стороны их нужно будет обвязать. Итак, провязываем столбиками без накида. Дошли до наших треугольничков пейсов, провязываем по окружности, так сказать, или по сторонам правильнее вот этих вот наших пейсов вот так вот столбиками без накида. Со всех сторон, аккуратненько. Можете постепенно вот эту ниточку окончания ввязывать, так сказать, в наши столбики. Обратите внимание, чтобы столбики у вас были, так сказать, переходили не плавненько, а более так уголком. То есть, вот так вот, не слишком, так сказать, кругленько, а немножечко, даже, я бы сказала, заостренненько. Вот таким вот образом обвязываем наше ушко, будем условно так считать, или бакенбарды, как вам проще говорить. В общем, обвязываем вот так вот по всему периметру. Здесь вводим крючок куда-нибудь, так сказать, не слишком далеко, чтобы провязать столбики. Можете за обе стеночки, можете за одну стеночку только, то есть за обе стеночки, я имею в виду те, которые у нас треугольничка. Можете за одну, за крайнюю стеночку, которая ближе к вам. И теперь снова обвязываете три треугольничка, дойдя до следующего, так сказать, ушка, или пейса, или бакенбарда, точно так же его обвяжите столбиком без накида. И следите за тем, чтобы у вас здесь немножечко островатый кончик был. То есть, не просто такой кругленький, а островатенький. Он у нас должен быть красивеньким. И при пришивании мы еще немножечко его даже здесь заострили, для того, чтобы он был такой, как, так сказать, как у натурального фиксика. В общем, обвязываем по всем сторонам, так сказать, по всей окружности столбиками без накида. Для того, чтобы было очень все ровненько и красивенько. Нам тогда легко будет очень пришивать, так сказать, его голове. После того, как, так сказать, после того, как мы обошьем столбиками без накида, наполняете нашу голову вот так вот наполнителем хорошо. Он у нас будет высыпаться, но вы его, так сказать, придерживайте. И попробуйте, чтобы он такой был не слишком, так сказать, мягенький, а такой вот плотненький, классненький, так сказать, как своего рода мячик, вроде бы и надутый, не спущенный и не слишком тугой. Вот. И будем вот так вот, я вам сейчас условно покажу, как мы будем пришивать. Вот таким вот образом. Наша голова с верхней части, то есть наши волосы, тоже мы их наполнителем наполним. И вот так вот будем пришивать. И, как вы видите, вот они, наши пейсы, бакенварды вот так вот будут выглядеть таким вот образом. Я считаю, что, в принципе, довольно-таки красивенько получается. И мы продолжаем обвязывать столбиками. Все, да, обшивали столбиками без накида и наполнили голову. Теперь наполняем вот эту макушку нашу, так сказать, волосики. И будем пришивать в голове, так сказать, наши волосики. Но перед этим наполняем. Наполнили вот наши волосики. Единственное, что я вам посоветую, немножечко холофайбера тоже буквально по чуть-чуть вот эти вот уголочки наши тоже точно так же вот так вот позапихивайте. Буквально по чуть-чуть, чтобы они у нас, так сказать, так вот форму держали. Верхушку сильно не напихивайте, то есть протолкните ее во внутреннюю сторону. Ну и затем вот поправляете, так сказать, что у вас вытащилось. Может быть лишнее, может наоборот маловато. В общем, смотрите так, чтобы было вроде бы наполнено и не сильно, так сказать, плотненько. Теперь нашу голову тоже поправляем. И вот так вот немножечко сжимаем. Вот таким вот образом нам нужно ее сшить. Будет тяжеловато, поэтому я вам советую немножечко наметать и постепенно вот так вот запихивать, поправлять холофайбер. Вот так вот пришиваем ее синим цветом, темным которым, то есть таким же, как волосики. Не забываем, что у нас здесь вот эти вот бакенбарды. Вот так вот пришиваем. Вот эта макушка у вас сейчас совсем свободненькая, поэтому пришиваем, когда она свободна, а затем с помощью вот этой ниточки мы вовнутрь утянем. То есть смотрите, какая у вас сторона красивее между этими первыми треугольниками или между вторыми треугольниками. То есть уже смотрите, где вы там заканчивали, где начинали обшивать. Я вам говорила в начале, нужно было определиться, у меня эта сторона, я почему-то решила, что она покрасивее, поэтому сейчас мы просто пришиваем вот таким вот образом. Немножечко даже заднюю часть под наклон возьмите, то есть чуть-чуть, так сказать, ниже пришейте, чем переднюю, то есть заднюю часть ниже. И тогда мы с вами продолжим. Конечно же, не забывайте, что нужно пришить вот эти лямочки, я уже их пришила, чтобы вам показать. И вот эту эмблемку T-Dits тоже уже пришиваем. Я вот, как вы видите, сделала имитацию ремня, поэтому хотите, можете так же вышить, хотите, просто пришейте, так сказать, обычным способом, серенькое, так сказать, до конца. То есть вот так вот. Я сделала все-таки имитацию ремня, мне она нравится больше. И все-таки мы пришьем голову. И вот по сравнению с головой, посмотрите, у меня какое маленькое туловище, но на самом деле так и должно быть, потому что это, так сказать, гаечка. У гаечки туловище тоненькое, шляпка побольше. И у нас так и получилось. Голова побольше, а туловище поменьше. В общем, пришиваем голову, тогда мы с вами более подробно посмотрим, как собираем дальше. И так, в общем, я допришивала, так сказать, волосики к лицу, к голове. И нам осталось, так сказать, продеть вот эту ниточку, что я вам говорила, оставить для того, чтобы было более, так сказать, приплюснутая и прическа у него, так сказать. И голова была не такая огромная, а как бы немножечко тоже ее приплюснуть. В общем, тело пока отлаживаем, а через голову просовываем самый большой крючок, вот как вы видите, я сделала в кольцо амигуруми. И сквозь него, сквозь всю голову, сквозь прическу на макушку, к этой ниточке, которую мы с вами оставляли. Почему именно крючок? Можете взять, не обязательно крючок, можете взять цыганскую иголку и вдеть ниточку в иголку и продеть через всю голову. Можете сделать так, можете сделать, в общем, как я. Теперь, смотрите, захватываете ниточку и продеваете сквозь всю голову нашу ниточку, которую мы оставляли. Это сделать не очень-то легко, так как у нас, так сказать, наполнитель полностью обхватывает, так сказать, крючок и не дает просунуть ниточку. Но вы постарайтесь, еще раз повторюсь, можете взять иголочку. И, в общем, вот так вот просовываем сквозь голову эту ниточку. Вот я продела ниточку. Немножечко вылазит наполнитель, вы его обратно туда поправьте, засуньте. И по желанию, то есть, чтобы нам закрепить уже, так сказать, полноценно, по желанию еще раз вденьте крючок, только уже с другой стороны, с этой, вытаскиваем обратно ниточку. То есть, она у нас уже закрепляется. И еще раз проденьте голове. И уже здесь мы ее зафиксируем уже окончательно, для того, чтобы у нас вот здесь вот была присобранная, красивая, так сказать, перечесочка. После того, как мы стянули два раза голову, я вам предлагаю, у нас здесь образовалась такая дырочка, я вам предлагаю немножечко иголочкой наметать и стянуть. То есть, как бы убрать вот эту сильно большую дырочку, чтобы у нас голова была не такая, так сказать, не с дыркой, а вот здесь вот ее просто стянуть, вот так вот красивенько заметать. Потому что у нас, так сказать, шея не слишком длинная. Ну, я бы сказала, даже не то, чтобы не слишком, она не длинная на самом деле. Поэтому здесь дырочка нам, скажем так, сделает большой провал. Поэтому мы ее немножечко, так сказать, закроем, неважно каким цветом. Хотите этим же продолжайте, хотите светленьким. Для того, чтобы у нас, в общем, не было вот этой дырочки. Если вы знаете способ, как стянуть верхушку так, чтобы не затрагивать голову вниз, то стягивайте, пожалуйста, супер. Поделитесь в комментариях обязательно. Будем знать этот способ. В общем, стянули голову. И теперь нам нужно пришить шею, так сказать, к нашей голове. Вот она у меня голова получилась какая. Чтобы она не слишком, так сказать, длинная была, не слишком широкая. Поэтому вот у меня получается вот таким вот образом голова по сравнению с туловищем. Теперь пришиваем голову к нашей шейке. Итак, после длительного пришивания головы у вас, проверьте, она не должна шататься, ничего. То есть, в принципе, должно получиться довольно-таки, хоть и игрушка тяжелая в ней голова, но она не должна шататься. То есть, проверьте обязательно этот момент. И до встречи в четвертой части. Мы с вами будем оформлять личико.